Популярный американский журнал People в каком-то смысле можно назвать барометром общественного мнения. Его владельцы отлично умеют держать нос по ветру, и на обложке журнала появляются только те знаменитости, которые из-за интереса американцев к ним, могут обеспечить высокие продажи. Но вот что удивительно, за последние 12 месяцев, как раз тогда, когда Меган Маркл активизировалась в публичном пространстве США, журнал People куда более пристальное внимание обращал на другую королевскую особу Кейт Мидлутон, герцогиню Кембриджскую. Зачем американцам заморская герцогиня, когда у них теперь есть своя тоже герцогиня, американка казалась бы близкая и родная по духу королевская бунтарка, борец за права мужчин-женщин и трансгендеров, расовое равенство и декретный отпуск. Но увы. People с завидной регулярностью помещает на обложку портрет Кейт Мидлутон, а на странице журнала интересные и проникнутые большим уважением к британской герцогине, будущей королеве статьи. Их уже было три и накануне 40-летия Кейт Мидлутон, которое она отпразднует 9 января 2022 года, вышел выпуск People с четвертой по счету обложкой, посвященной герцогине Кембриджской. А сколько же их было у Меган? Ни одной. Комментируя ситуацию, австралийский королевский корреспондент Даниэла Эльзер в своей колонке для news.com. Попишет. Всего через несколько недель Кейт, герцогиня Кембриджская, достигнет этого рубежа, 40-летие, событие ради которого в различных королевских аккаунтах в соцсетях вытащит несколько старых снимков, а принц Уильям в мыле будет бегать по Бонд-стрит. Только не покупайте ей бинокль в подарок ваше высочество, один раз вы сами признались, вы уже сделали эту глупость. А в США это грядущее событие уже позволило еженедельному журналу People побить рекорды продаж, поместив фото мамы троих на обложку и опубликовав настолько трогательную статью. Что даже менее подозрительные люди, чем я, могли подумать, что ее написала мама Кейт Кэрол Мидлтон. На всякий случай, Кейт Мидлтон может рисовать четвертую звездочку на своем фюзеляже, ведь это четвертая за 12 месяцев обложка глянцевого развлекательного журнала, посвященная ей. А вот что самое интересное, Меган, герцогиня Сасекская. Ведь истекающий год был одним из самых ярких в ее жизни. Она обвинила Королевский дом Виндзоров в институциональном расизме и игнорировании ее мольбы о помощи, когда ее психическое здоровье ухудшилось, приветствовала своего второго ребенка и наконец-то начала строить свою карьеру в США после Мэгзита. Ни одной обложки с ее участием. Я не убеждена, что обложка People является самым точным показателем общественного мнения и одобрения в США. Но то, что на обложке журнала четыре раза за год появилась Кейт и ни разу Меган, рисует не слишком радужную картину компании Сасексов по завоеванию США, они явно не сумели ослепить американскую публику своим блеском. Фактически спустя почти два года с тех пор, как Сасексы приземлились в Соединенных Штатах, они, кажется, все еще изо всех сил пытаются завоевать популярность в качестве лидеров, которыми они так стремятся стать. 8 января, до которого осталось всего три недели, и как раз случилось, что это был день перед 40-летием Кейт, исполнится два года с тех пор. Как Гарри и Меган сумели якобы шокировать мир королеву и Корги, внезапно объявив, что они закончили с королевской жизнью. Их ждала новая финансово независимая жизнь, в которой они не должны, как когда-то делала Меган, проводить свои рабочие дни, открывая новые мосты, и якобы смогут уйти от назойливых объективов и острых перьев британской прессы. В январе 2020 года они улетели в Канаду, где остановились в арендованном и ужасном особняке, чтобы спланировать свое будущее. Вероятное территориальное деление казалось им ясным. Бодрые Сасексы присоединятся к высшим эшелонам американской элиты, будут поглощать воскресные брончи с Бейонсе и свободно забегать на вечеринки к Обамам, при этом зарабатывая биллионы и очаровывая 350 миллионов американцев. Которые будут их обожать, в то время как Уильям и Кейт, герцог и герцогини Кембриджски и вся остальная королевская семья будут сидеть на привязи на своем маленьком сером острове. Забавно. Почти все предположения, которые мир делал в течение тех первых нескольких лихорадочных месяцев 2020 года не сбылись, включая постдворцовую карьеру Сасексов. Гарри и особенно Меган становятся все более неоднозначными фигурами, которые не смогли сформировать своего рода широкую базу поддержки, создание которой многие, включая меня, ожидали. Опрос, проведенный в США после мартовского интервью Опры Уинфри, показал, что хотя 71% американцев либо смотрели его, либо отрывки из него, либо слышали, либо читали. Они вряд ли так уж сочувствовали тяжелой жизни Сасексов в королевской семье, которую они описали только 40% жителей США сказали, что у них было много или достаточно сочувствия. Между тем, 31% заявили, что не испытывают симпатии к паре. В июле этого года появилась новость о том, что Гарри, покусывая ручку Биг, пишет мемуары, за которые, по слухам, он получил грандиозный аванс в 27 миллионов долларов. Если его издатели Penguin Random West надеются окупить свои восьмизначные затраты за счет продаж этих мемуаров, то будем надеяться, что у них есть запасной план. Поскольку только один из четырех среди опрошенных американцев выразил хоть какую-то заинтересованность в мемуарах герцога Сасекского. И менее половины опрошенных заявили, что, по их мнению, для Гарри уместно выпустить свою автобиографическую книгу. Совсем недавно попытки герцогини Сасекской влиться в политический поток США, все время размахивая своим титулом и ратуя за всеобщий отпуск по уходу за ребенком, увенчались весьма средним успехом. Американские сенаторы с нескрываемым удовольствием рассказывали, как они безразличны к ее лоббированию этого законопроекта. Похоже, нет ничего даже отдаленно напоминающего волну поддержки политических амбиций герцогини. Мучительно убогая обложка Сасексов в Тайм и их фальшивое королевское турне по Нью-Йорк, очевидно, не смогли по-настоящему утвердить дуэт в качестве влиятельных игроков. Которыми они, кажется, жаждут стать, хотя выход журнала все же породил целую серию менее чем лесных мемов. Одновременно те члены королевской семьи, которых Сасексы оставили в своем прошлом, ну вы знаете все эти родственники королевы, которые не могут похвастаться собственными предложениями от Netflix или веганскими брендами Lata. Как оказалось, пользуются удивительной степенью популярности, учитывая наличие не только Кейт, но и Уильяма и Королевы на обложках всех журналов. А ведь в следующем году может произойти возобновление Виндзорского нашествия на США. Мы уже все слышали новость о том, что следующая церемония вручения премии герцога Кембриджского Ирдшот Прайс состоится в Штатах, что повысит вероятность королевского турне Уильяма и Кейт по Америке. Источник, близкий к паре, сообщил Vanity Fair в сентябре, что команда Кембриджей очень сосредоточена на США и следит за тем, чтобы у них там был высокий авторитет. Вероятность их визита на высшем уровне очень высока в следующем году. Кроме того, устойчивый общественный интерес к Виндзорам в Штатах наводит на мысль о том, что американский народ не купился оптом на версию событий от Сассексов. Тот факт, что люди поместили Кейт на обложку, чего они не стали бы делать, если бы она не продавалась хорошо, указывает на то, что герцогиня все еще занимает относительно положительное место в сердцах и умах американцев. Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для Гарри и Меган. Фундаментальной основой для того, чтобы Сассексы продолжали получать удовольствие от заключения крупных коммерческих контрактов, является их способность привлекать десятки, если не сотни миллионов зрителей. Но что нам еще предстоит увидеть, так это то, смогут ли они справиться с этим. Внимание к продукту пары на Netflix и Spotify, когда мир наконец-то увидит и услышит их, будет огромным, пока что они объявили о создании детского мультфильма и документального фильма об играх Гарри Уэс Геймс, двух проектах. Которые примечательны только отсутствием творческого воодушевления, но учитывая их шаткое общественное положение, превратятся ли их знаменитые имена в огромные значимые фигуры потоковых сервисов больше, чем многие могли бы предполагать. Фрэнк Синатра напевает в песенке про Нью-Йорк. «Если я смогу сделать это там, я сделаю это где угодно». Но что произойдет, если ты не сможешь попасть туда, Фрэнк? Что тогда? Есть одна пара свежих саженцев на американской грядке, которая, возможно, в ближайшем будущем будет искать ответ на эту загадку. У Меган Маркл есть практически все, что нужно для счастливой жизни. Муж, семья, дети, титул, дом, достаток, выгодные контракты и курятник. Немного портит благостную картинку троллинг в соцсетях. Но, как известно, у герцогини Сасекской вот уже больше года нет аккаунтов в соцсетях, так что она, разумеется, ничего не знает о том, что о ней пишут комментаторы-хейтеры. Но, возможно, она отлично знает, что именно о ней снимает и выкладывает на своем ютуб-канале ее персональный тролль под ником Янки Уоллес, Янки Валес, и ей вряд ли это нравится. Среди 500 видео, которыми Янки Уоллес уже поделилась со своими 45 тысячами подписчиков, есть, например, озаглавленные доказательства того, что манипулятивное зло, потворствующее заговору, на самом деле контролирует нарциссическая Меган Маркл или Меган Маркл не может сделать меня похожей на нее. Чем больше она пинается, тем сильнее я впиваюсь в ее пятки. Спалилась Янки Уоллес в декабрьском видео о победе Меган в суде над Зэмой Лонсандой. Буквально на мгновение в видеозаписи мелькает ее профиль YouTube Studio, содержащий то, что по-видимому является ее предполагаемым ежемесячным доходом. Доход в размере 2500 фунтов стерлингов или 3300 долларов в месяц, в пересчете на год, выливается в симпатичную сумму примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов, почти 40 тысяч долларов. В дополнение к доходам от рекламы в видео на YouTube, Янки Уоллес собирает донаты на свой счет PayPal, с пометкой «С благодарностью принимаются любые доллары, независимо от их происхождения». Эта информация была замечена Кристофером Боузи, основателем фирмы по анализу данных бот Sentinel, которая отслеживает троллей и ботов в социальных сетях. В видео Янки Уоллес под названием Меган Маркл выиграла глупый иск об авторских правах, но теперь она известна во всем мире как большой толстый лжец. Изданию Нузвик удалось связаться с персональным троллем Меган Маркл, и вот что рассказала Янки Уоллес. «Мне 65 лет, я уже вышла на пенсию, так что не переживайте, я не сижу на шее налогоплательщиков, получая пособие. Я сама добросовестный налогоплательщик, ежегодно заполняю налоговую декларацию и плачу 20% налога со своих доходов от рекламы в моих видео на YouTube. Мой доход на самом деле сильно варьируется, иногда бывает всего долларов 700 в месяц. Сейчас, когда этот Боузи начал обвинять меня в Twitter, что я тролли использую свой канал, чтобы проявлять ненависть к герцогине Сасекской, возможно я буду делать меньше видео. Но что касается Меган Маркл, я не ее тролль, потому что ненависть слишком сильная эмоция, чтобы тратить ее на кого-то, кто мне просто не нравится.